Сильные штормы обрушились на юго-западную часть Франции в минувшие выходные. Шторм, начавшийся с вечера субботы и продолжавшийся всю ночь, принес в регион значительное количество осадков, особенно на юге Аквитании и в Жере. За 6 часов в Ургоне выпало до 134 мм осадков, что является рекордом для департамента. На северо-западе департамента Жер сильно пострадал сектор Оза. Проливной шторм продолжался в этом районе более 3 часов, в результате чего совокупное количество осадков составило от 100 до 150 мм. Маленькая река Гелис внезапно поднялась с высоты 27 см до 3 метров 35 см, поднявшись более чем на 3 метра всего за 1 час. Рекордное наводнение декабря 1981 года было побито. Ночью несколько улиц в городе Ос пострадали от наводнения. Некоторые дома ушли под воду на метр. Проливные осадки также вызвали оползни в регионе. Обрушилась ведомственная дорога между городами Ос и Мансио. В ночь субботы на воскресенье в департаменте Лои Гарона пострадал город Вильфранш-Дюк-Иран. В воскресенье утром после прошедшего шторма все еще несколько улиц и автодорог оставались затопленными. В юго-восточной части Франции, а также в Швейцарии, сильный шторм сопровождался градом. Это стало причиной нарушения движения автотранспорта. В лозере автомагистраль А-75 временно оказалась непроходимой из-за значительного скопления града недалеко от Манжезьо. Пострадал и департамент Верхняя Луара. В регионе Эстейблс шторм, сопровождавшийся проливными дождями и обильным градом, превратил улицы в потоки воды и льда. В конце дня проливные штормы затронули альпийские регионы. От Изера до Верхней Савои в нескольких населенных пунктах прошли проливные и продолжительные дожди, в результате чего местами выпало более 50 мм осадков. Что стало причиной стремительных потоков в Колонж, Сусалев, Верхней Савоя. По прогнозам синоптиков, полоса штормов завершится в этот понедельник, но большую часть недели будет сохраняться прохладная погода. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Курорту «Голубая лагуна». Из-за извержения жители Гриндовика до сих пор не могут вернуться в город без разрешения властей. Департамент гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Исландии ввел в регионе чрезвычайное положение, поскольку лава распространилась уже и по трубам, по которым горячая вода поступает на полуостров Рикьянис. Субтитры создавал DimaTorzok Сильные ливни подтопили улицы и жилые дома в Александровском районе Оренбургской области. Непогода в области бушует уже несколько дней. Местами прошли град и грозы, а ураганный ветер валит по стройке местных жителей. Пострадали несколько населенных пунктов, включая Михайловку и Александровку. В регионе выпало около 27 мм осадков. В Оренбурже действует штормовое предупреждение. Природа будто решила в течение суток выплатить компенсацию городу за несколько предыдущих довольно засушливых лет. От непогоды сильно пострадал Озерск в Челябинской области. Дождь не прекращался более 10 часов, и по городу образовались огромные лужи в проблемных местах. В некоторых из них автомобилисты-смельчаки, рискнувшие преодолеть на своих авто водные преграды, оставили свои номера. Сильные подтопления произошли на улице Семенова 3 со стороны профилактория. Объезжать пришлось через Матросова. Аналогичная ситуация сложилась при выезде из двора по улице за Озерное 14. Очевидцы отмечают, что водителям пришлось преодолевать гигантские лужи, рискуя получить гидроудар двигателя автомобиля. Так, по их словам, происходит на данных участках дороги ежегодно, когда начинаются дожди. Но даже у плохой погоды бывают положительные стороны. Местные жители говорят, уровень озера Иртяша наконец-то вырастет. Сильный град прошел вчера на западе Грузии. В нескольких селах Багдадского района и Мерети градом повреждены виноградники и фруктовые деревья, пострадали дома и дорожная инфраструктура. Также град нанес ощутимый ущерб посевам. Продолжение следует... Коста-Рику накрыл сильный шторм. В регионе наблюдаются сильные осадки и ураганный ветер. В центральной части страны, в провинции Картага, ветром повреждены десятки строений и деревьев. Из-за обрывов линий электропередачи, вызванных сильным ветром и поваленными деревьями, без электроэнергии остались некоторые районы. В результате разгулявшейся непогоды часть улиц оказалась затоплена. Возникли проблемы с транспортным сообщением, некоторые маршруты работали с опозданием, другие и вовсе были отменены. Субтитры создавал DimaTorzok Грозы с крупным градом и смерчем прошли вчера вечером в Австрии и Венгрии. На границе двух стран, в районе города Сомбадхи, возник торнадо. Известно, что он повредил несколько строений, в частности ветром были сорваны крыши. В Нижней Австрии и Бургенландии выпал град. Некоторые градины достигали размера 5 сантиметров в диаметре. В штате Вайоминг оползань разрушил шоссе Титон-Пас, соединяющее восточный Айдахо с Джексоном. Обрушение дороги произошло на дорожной отметке 12,8 мили. Момент обрушения удалось снять очевидцу. В результате инцидента никто не пострадал. Самолет авиакомпании «Остриан Эрлайнс» попал под сильный град над Австрией при посадке. Воздушное судно летело из Испанской Пальма-де-Мальорки в Вену. Инцидент произошел вчера вечером на высоте 6000 метров в районе города Хартберг. Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Вены. К счастью, несмотря на повреждения, обошлось без пострадавших. Огненный вихрь возник во время сильного пожара возле города Анхель-Кабада в провинции Веракрус. В Торонто, в Канаде, пожар вспыхнул в англиканской церкви Святой Анны. Огонь уничтожил национальный исторический памятник, который внутри был украшен фресками знаменитой группы Семи или Большой Семерки. Это группа канадских пейзажистов, существовавшая с 1920 по 1933 годы. Храм был возведен в 1863 году и приобрел окончательный вид в 1907. Прогностические центры, следящие за процессами на Солнце и состоянием магнитосферы Земли, отреагировали на вспышку на нашей звезде, произошедшую ранним утром минувшей субботы. По уточненным прогнозам, массы солнечного вещества достигнут нашей планеты во второй половине сегодняшнего дня и станут причиной магнитных бурь слабого и среднего уровня класса G1-G2. Окончание возмущений геомагнитного поля ожидается около полудня во вторник, 11 июня. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале.